а чё всем привет какая у нас гонка пацаны 3 до 3 3 этап латвийского дрифта латвийского чемпионата по директор это то место которое у меня никогда ничего не получалось то постоянные проблемы с машиной кто меня давно смотрит то какой-нибудь развод и колесо в топ-32 то есть трасса которая прям всегда не принимала меня никаким образом давайте я не буду вдаваться в технические административные подробности но просто скажу что один раз год я имею право перейти в другой класс и вернуться обратно например поэтому сегодня здесь на этой же трассе абсолютно одинаковая конфигурация едет street semi pro мой класс и про класс так вот я сегодня поеду сегодня завтра поеду в двух классах это всеми про основной мой зачет и скажем так for fun ради удовольствия в про классе шансов у них уехать конечно больше они едут на двести шестьдесят пятом слики это вот такое вот колесо которое нереально прилипает к асфальту а у меня всего лишь двести двадцать пятое уличное колесо который рекламе регламентирована сэми pro класс я не стал покупать вот они лежат я не стал покупать какие-то жирные покрышки еще тогда просто поедем на эти же колесах в про классе сразу скажу что там заявлено буквально от 8 до 10 участников совсем мало но просто покатаемся посмотрим можно ли на нескоростной довольно таки затупной трассе для про класса для нас она более-менее подходит можно ли конкурировать с ними соответственно в тандемах поэтому готовимся тренируемся квалифицируемся сегодня в сами про и в про а завтра у нас будут тандем опять же сами про и про погнали друзья перед тем как мы перейдем к зрелищным и интересным проездом вот этого видео которое смотрите я вам напомню о нашем партнере карвертику это очень большая база данных автомобилей которая не проверяет на всевозможные интересные и очень боль больные моменты и для покупателя и для продавца а конкретно сегодня покажу один не один от два примера как скручиваются пробеги и в какой момент это происходит и именно на этом и сегодня и хочу застрелить ваше внимание смотрите у нас есть такой автомобиль как бмф-30 у которого замечаниях от карвертика я сразу перехожу к отчету в котором замечание написано что есть повреждения но повреждения понятно они могут произойти в любой стороне в любом случае это может произойти уже и с вами не дай бог то есть авария это одно это форс-мажорное обстоятельство а скрученный пробег лично я считаю это умышленный обман потенциального покупателя так вот смотрите f30 которая мы с вами пробежимся по информации где нам указывает карвертикал до какого года где была машина и что с ней делалось каких-либо других странах мы смотрим что машина была у нас германии потом она была в италии там все у нас по пробегу в порядке запоминаем дату что машина заехала двадцать первом году в мае месяце в латвию и поднимаемся обратно наверх смотрим там где у нас оказан пробег смотрим пробег до 2021 года марта месяца у нас бьется честных 345 тысяч километров а в двадцать первом году именно в мае месяце тогда когда машина регистрируется в латвии у нее два раза меньше пробег вместо 30 345 у нее сто семьдесят восемь тысяч километров и теперь сразу давайте посмотрим второй пример тоже от карвертикал это у нас 46 до старая школа тоже есть у карвертикал давайте мы с вами пойдем чуть-чуть другим путем и сразу спустимся на график пробега в 2019 году тоже в мае месяце было 305 тысяч километров а в 2020 году в январе месяце у нее пробег был 218 тысяч километров и конечно же что мы посмотрим в какой момент это произошло мы смотрим что машина была все это время в литве в литве в литве и в 2019 году кстати в мае месяце она все еще по прежнему литве и в момент когда машина регистрируется в латвии 2020 году в январе месяце у нее пропадает почти 100 тысяч километров так вот эти Есть два примера, я их соединил в одно целое, что как только машина, не как только, а пока машина двигается где-то у себя там, где она была куплена, будь то Литва, Германия, Италия, неважно, там с этим пробегом никто его не скрывает, никто не скручивает, вот она настоящая машина. Но как только какие-то продавцы, я не знаю, кто это делает, как только они загоняют машину в Латвию перед тем, как ее зарегистрировать у нас в СДТ, у нее пропадает то 100 тысяч пробега, то 170 тысяч пробега. Вот этот момент мне очень не нравится, это умышленный обман, поэтому пользуйтесь услугами Carverticle, там вы будете знать, и не забывайте смотреть, да, в какой момент, что скручено, вы будете знать и понимать, где вас пытаются обмануть, что, почему вам дают ложную информацию о пробеге и вообще скручен ли пробег у машины. Мы видим, что Carverticle знает такую базу, как и F30, то есть более свежая машина, и, например, также 46-е. Не забывайте пользоваться услугами Carverticle и помните, что с промокодом Власов вы получите 20% скидку на отчет от Carverticle, кстати, их может быть много, не только один, и вы помогаете нам развивать наш канал. Все, я ухожу, смотрим классное дрифтовое видео и пользуйтесь Carverticle. КОНЕЦ Кто помнит, в прошлом году здесь дебютировала, скажем так, наша тогда еще итальянка, просто сейчас она называется у нас Latvian Horde, да, то есть версия 2, кто вдруг не помнит. То есть здесь мы дебютировали на ней в прошлом году, первый раз приехали, обкатали, потестировали, и вот спустя год мы сюда вернулись. Она уже, кстати, у нас, в отличие от прошлого года в дизайне, немножко прикатанная, я немножко научился на ней ездить, поэтому приехали сюда за результатом. Вчера потренировались, не снимали мы, ну, к сожалению, не было возможности. Единственное, что я вам хочу сказать, что вчера на тренировке Эдгар Йенч, там стоит 46-я, на перекладочке он сделал так, что у меня нет, не было больше задней части машины. Сейчас вы увидите фотку, как это выглядело, но дальше мы закончили, съездили, поужинали и вернулись уже в ночь собирать машину. Поэтому то, что вы сейчас видите, она в целом в виде, и мы это собирали ночью. Здесь насверливаем на земле, и потом, по факту, вдвоем держат, а один насверливает, сразу пару комутиков. Сейчас у меня регистрация, опять же, техком, выезжаем в тренировку и сегодня квалифицируемся. Субтитры сделал DimaTorzok Стоп! Давайте чуть подробнее. Точнее, не то чтобы подробнее, а я вам поясню все-таки, что происходило в те дни. И сейчас вот то, что я записываю вот здесь, сидя у машины, это уже немножко из будущего, по сравнению с тем, что вы смотрите сейчас вот то мероприятие, про которое, собственно, и видео. Как я сказал ранее, мы ехали два класса. И, вы знаете, мы настолько не предполагали, что ехать два класса подряд в один день, в одной трассе, на этой виктории, это настолько сильная нагрузка на всех. На машину, на меня, на пилота, на команду, на съемочную команду, в конце концов. Поэтому все, что нам удавалось сделать, это быстро-быстро-быстро делать машину, готовить к следующему выезду. Покрышки, заправка, какие-то технические моменты, что-то там подтянуть на стяжки и так далее. И даже не оставалось времени на съемки. Поэтому мы дозаписываем вот этот вот момент сейчас, потому что у нас просто недостаточно видеоматериала, повторюсь, из-за того, что не было тупо времени. Поэтому сейчас я буду комментировать немножко отсюда, что происходило в те самые очень жаркие и очень, на мой взгляд, долгие дни в двух классах по дрифту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Заквалифицировался я аж на 11 место. 11 место среди 19 пилотов и 18 из них получили баллы, соответственно. Поэтому у нас был топ-16. В топ-16 я выезжаю против... Если вы видели злого оператора за камерой, вы бы больше не смотрели наш канал. Я не люблю сидеть перед своими подписчиками и сидеть, что-то рассказывать на скрипящем стуле. В дрифт-сандалиях, кстати. Реально, в дрифт-сандалиях. Жарко, просто сегодня очень жарко, поэтому в дрифт-сандалиях. Так вот, друзья, заквалифицировался я на 11 место из 19 пилотов. Из 19 пилотов 18 только получили пункты и, соответственно, у нас получился топ-16. Поэтому у нас не было топ-32, мы сразу выехали в топ-16. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как вы видели результат топ-16 я выиграл я на самом деле до сих пор не понимаю что там так долго решали судьи потому что на мой взгляд уже особенно посмотрев запись проезда я не очень понимаю в чем была загвоздка почему так долго нужно было решать по моему победа была очевидна мы оба проехали лидером плохо но преследователем я проехал мне кажется лучше все проехали топ-16 поехали топ-8 и все повторюсь это сами про топ-8 и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, топ-8. Результат вы видели, поэтому двигаемся сразу в топ-4. Но перед тем, как мы поедем заезд в топ-4, я немножечко поясню. Так как я сказал ранее, я еду два класса, semi-pro и pro. Так можно сделать еще немножко пояснения. На машине, которая полностью соответствует техническому регламенту pro-класса. То есть, моя машина полностью соответствует техническому регламенту pro-класса. И даже несмотря на то, что у меня мощности меньше, я могу там ехать в pro-классе. Так вот, есть ребята в стрит-классе, у которых машина соответствует semi-pro-классу. И точно так же, как я, semi-pro-пилот, поехал в pro, были ребята, которые из стрит-класса поехали в semi-pro-классе. Так вот, в топ-4 я попадаю на сильного пилота из стрит-класса, и мы едем с ним в тандем. Штейнберг пишет. Он знает, что мы записываем сейчас. Реально Штейнберг пишет. Прикинь, ехал я со Штейнбергом. Вы сейчас видели проезд в моем исполнении преследователем за стритовой машиной. Прошу обратить ваше внимание, что у стритовой машины нету такого большого угла, как у нас. Ну, естественно, мощность чуть меньше. Поэтому стрит-машина едет с минимальным для нас углом, поэтому двигается по треку довольно быстро. Потому что в углу, в большом машина, несмотря на большую мощность, большую покрышку, она едет медленнее. Такая физика. Так вот, мне не очень хорошо получилось ехать преследователем за стрит-машиной, потому что для меня это было непривычно. А где угол, а что, а как, и я немножечко его местами приотпускал. Но, скажем так, моя ошибка и неподготовленность к тому, что я поеду со стрит-машиной. Дальше мы меняемся ролями и смотрите, что из этого получилось. Просто застынился. Не знаю почему. Я, честно, даже не знаю, как это комментируют, потому что вот такая позорная ошибка с моей стороны, она просто позорная. Это действительно стыдно, неловко, неудобно перед своими болельщиками, перед своей командой, перед самим собой. Попробую в двух словах объяснить, как это получилось. Вернемся на несколько часов назад на собрание, на брифинг, так называемый, где мы знали, что с нами едут машины из стрит-класса. Один из пилотов задает суде вопрос. Если мы едем, ну вот у нас трасса, вот сами про машина, и за ней вот так вот в т-стиле, т-стиль, да, едет стрит-машина. У них просто нет угла, но они могут ехать сами про, потому что у них и безопасность, каркас и так далее. Неважно, они могут ехать сами про, но у них нет угла. И один из пилотов задает вопрос судье. Как вы будете судить стрит-машину сзади, которая будет ехать без угла? На что судья отвечает, это проблема пилота из стрит-класса, что у него машина не соответствует регламенту, и он поедет с меньшим углом. За меньший угол будем снимать баллы машине из стрит-класса. То есть я с этой мыслью помню о том, что я могу пользоваться тем, что у меня есть угол. И учитывая, что мой сейчас проезд преследователем был не очень хороший, я понимаю, что нужно ехать максимально в большом углу. Ну, дальше пусть за мной стрит-машина едет вот так, пытается догнать, и, соответственно, за счет этого я попытаюсь выиграть этот тандем. Так вот, в тот момент, где нужно было хорошо сильно замедлиться, я провалился в большой угол, плюс я еду левая нога на тормозе. Я, скажем так, переуглился и начал практически разворачиваться. И для того, чтобы не сделать разворот, а хотя бы хоть как-то попытаться проехать дальше конфигурацию, пусть с грубой ошибкой, пусть еще как-то. Но поехать, я очень сильно замедляюсь, ловлю момент, когда машина встанет в тот угол, с которым я могу выезжать. В этот момент стрит-машина, за счет того, что он едет практически прямо, я очень грубо выражаюсь, а я замедляюсь, он делает контакт в мое переднее левое колесо. И действительно так и есть. Это моя ошибка в том, что я ехал, старался ехать в большом углу, показать, что я могу так ехать. Стрит где-то там, пусть за мной едет в то стиле, и тем самым я, как я сказал ранее, пытался вырвать победу. Но не получилась. И вот такая вот досадная ошибка, которую я не отработал как пилот. И, соответственно, я, грубо говоря, остановился, запарковался. И за счет этого получил удар, контакт от стрит-пилота. И меня признали виновным. И я в этом тандеме проиграл. У меня есть хотя бы шанс забраться на подиум, проехать. Хороший проезд. Вообще, честно, не знал, с кем еду со своим соперником в топ-4. То есть в битве за третье и четвертое место. И хотя бы скарабкаться на подиум именно на третью позицию. Но по счастливой или не счастливой случайности, я не знаю, как это расценивать. С одной стороны, это очень легкая история, легкий путь. Но не было борьбы и не было битвы. Мне на старте сообщают о том, что мой соперник, эстонец, не готов ехать в тандем по техническим проблемам. Как выяснилось позже, у него развалился двигатель. Поэтому я автоматически попадаю в Байран, в свободный проезд. И тем самым сразу же, без каких-то вопросов, занимаю третье место. Ну, для того, чтобы я его получил, мне нужно было выехать на трек, пересечь линию постановки. И хоть сколько-то проехать по треку, соответственно. И это было бы в зачет, чтобы получить место на подиуме. Байран, поясню, это проезд, когда у вас нет соперника, вы просто должны проехать. Я занимаю в Сэмми ПРО третье место. Ура! Вторая тумбочка подряд. Да, к сожалению, не финал. Потому что в финале, кстати, встретились две машины из стрит-класса. Из стрит-класса, представляете, доехали до финала. И я единственный с Сэмми ПРО, кто с ними стоял на тумбочке. Ну, это просто взрыв мозга. Вообще, как это так? Пилоты и другие пилоты из Сэмми ПРО класса, вы вообще где? Вы что делали? Почему я один стоял на подиуме? Вы где? Алло? Давайте ездить начнем. Так вот, Сэмми ПРО третье место. Можешь аплодисменты поставить, пожалуйста? Ну что, вы помните, что я сказал, что мы едем в ПРО классе. И ПРО класс для меня был, это, повторюсь, форфан. То есть ради удовольствия, ради просто очередной, скажем так, тренировки, наката и так далее. Да и вообще было просто интересно попробовать, можно ли соревноваться с ПРО классом на такой затупной трассе. Сейчас немножечко сразу поясню вперед. Многие, после гонки ко мне подошло большое очень количество людей в этом году. Кстати, всем передаю привет. Задали вопрос, типа, мощности не хватило? Или, кстати, вечером я видел судей, они типа, Александр, что тебе, мощности не хватило? Нет-нет, друзья. Например, часть пилотов, с которым я по итогу поехал в ПРО классе, у них мощность на каких-то 50 или 60 лошадиных сил больше, чем сейчас у меня. Дело в том, что трасса очень короткая и очень нескоростная. И там мощность не нужна. Но, так как мой основной класс Сэми ПРО, я говорил об этом ранее, у нас регламент 225-я покрышка, именно уличная. Не какой-то Сэми Слик, Слик и так далее. То есть никаких спортивных покрышек. В ПРО классе можно ехать до 265-го колеса, и оно может быть спортивное. То есть липучка, которая очень хорошо липит к асфальту. Так вот, весь ПРО класс, они ехали на таком жирном колесе. Я не подготовился, я не покупал никакие колеса модные, сильные и так далее. Я просто поехал на своем 225-м, оператор, будь здоровы, напишите в комментарии, пожалуйста, будь здоровы. Я поехал на своем 225-м любимом Санфуле, на котором едет весь Сэми ПРО класс. И, соответственно, вот где вы сейчас увидите места, где мне немножко, ну не немножко, а местами много, не хватало дистанции, чтобы ехать близко, это не потому, что машина не может, а потому что колесо мое не может меня толкать так быстро вперед, как толкает пилотов из ПРО класса. Итак, ПРО класс, едем к квалификации. Продолжение следует... Кстати, вот вы знаете, видимо, 11-я позиция в Сэме ПРО классе из, как я сказал, из 19 участников, это не очень хорошо. И, видимо, за счет того, что мы много покатали, удалось заквалифицироваться в ПРО классе. Сейчас, секундочку. Там было 14 пилотов, и мне удалось занять пятую позицию в квалификации в ПРО классе. Заработав в первой пытке 84 пункта, которая меня привезла на пятую позицию. Квалификация пройдена. Выезжаем в ТОП-16 в ПРО классе и смотрим, что из этого получилось. У нас настолько была забита голова, руки, время наше тем, что нужно просто бегать на шиномонтажку. Моя команда просто вообще выключилась из... Чтобы смотреть за гонкой, они просто работали. Потому что, ну, класс за классом, класс за классом заправить. Не было времени поставить даже камеры в салон. Поэтому очень вас перед вами извиняюсь, что такие сухие кадры, там, то с дрону, то еще что-то нас собрали где что могли. Думаю, что в следующий раз мы чуть лучше подготовимся. Ну, и не думаю, что мы еще скоро поедем два класса в подряд. Но, тем не менее, извините, как есть. Просто смотрите из того, что нам удалось получить от наших кадров, из других ребят камер. Поэтому просто так, как есть, смотрим ТОП-16 в ПРО. 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 Первая победа в ПРО-классе. Есть. Двигаемся дальше. Я, знаете, когда ты едешь с Эмми ПРО, это тот класс, который для тебя ответственный. Это тот класс, который ты за чемпионство борешься. А ПРО-класс, скажу еще раз, это просто покататься с крутыми, сильными пацанами на серьезных машинах. Это моя первая победа в ПРО-классе. И я вообще на кураже. Мне абсолютно все равно, наверное, что там, кто с кем едут. Давай, поехали дальше. И я в ТОП-8 выезжаю против Артурс Мишкинс. Это 36-й, V12, B-Turbo, если я не ошибаюсь, с которым я выезжаю, собственно, на тандем. Смотрим, что получилось из этого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТОП-8, PRO-класс. И, между прочим, эта машина ехала тоже на жирном колесе. Мы получаем ОМТ. То есть, one more time мы едем еще раз. Это было для меня таким, типа, черт возьми, что, как такое может быть? Ладно, выдвигаемся на перезаезд в ТОП-8 с Артурс Мишкинс. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Второй тандем в проклассе и победа. Что у нас? ТОП-4 до финала каких-то два шага. Появляется в себе какая-то уверенность. Ты на таком, повторюсь, кураже. Просто давайте едем ТОП-4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, проезд в ТОП-4 с Эдгар Крогерис, это пилот, который когда-то ехал стрит-класс, титулованный в стрит-классе, потом сэми-про титулованный, и в про-классе тоже титулованный. Это сильный пилот, который, кстати, и в Дрифтмастерс появляется и так далее. Вот его машина, например, буквально на несколько там 50 или 60 лошадиных сил мощнее, чем моя. Плюс-минус одинаковый вес и так далее. То есть у него V8 атмосферный, у меня V8 компрессорный, характеристика двигателя очень одинаковая. Но вы просто посмотрите, какая огромная разница именно в покрышках. Там, где я не могу за ним угнаться, точнее, там, где я еду в своем темпе на 225-й уличной покрышке, он просто упирается в меня постоянно. Мы проехали первую пару. Кстати, заквалифицировался я даже выше, чем Эдгар. Для меня это было удивление. Я говорю, я не следил вообще за сеткой, я просто приезжаю на старт. Для меня такой типа, а на адреналин, едем дальше. И маршал стартовый показывает, типа, ну, тот, кто выше заквалифицировался, тот в тандеме едет, лидирует первым. Я стою, я не знаю, с кем я еду, что. Мне маршал стартовый показывает сюда. То есть на первое место я понимаю, что... А я вижу, что за мной Крогери с Эдгар стоит. Я понимаю, что, ого, нифига себе, я заквалифицировался. Да, квалификация – это хорошо, но это ничего не значит по большому счету. Потому что можно заквалифицироваться на 32-е место, а из него добраться до финала. Тем не менее, мы становимся на старт, проезжаем, где я еду лидером, как вы сейчас видели. И теперь мы меняемся местами и смотрим, что получилось из этого. А вот тут, друзья, получилось очень неожиданно. Давайте так, неожиданно, но очень эффектно. Ведущим и всем зрителям это очень понравилось. Единственное, я хочу принести свои извинения перед теми зрителями, которые попали под град камней, земли и всего остального. Это было не специально, я прошу прощения. Тем не менее, в попытке угнаться на таких разных покрышках за Эдгаром Крогерисом, я просто еду на все бабки, как говорится, и меня вытаскивают нанаружи. Я заезжаю, извините, с жопой автомобиля, с жопой шершня, в грави, в песок, все, на куда я там попадаю, я уже не помню. Разламываю к чертям всю свою машину, всю свою заднюю часть и заканчиваю на этом свой проезд. Сразу скажу, что с машиной технически все в порядке. Все, что вы видели, оторванные детали кузова, это пластик, который просто покупается новый, откручивается 5 саморезов, 5 болтов на одном крыле, ставится новое, обклеивается и едем дальше. Ну что, топ-4 проигрыш, просто не угнался и немножко перестарался в плане темпа, и за счет меньшего держака на задней оси я вылетел за пределы трассы, тем самым я проиграл. Но, как вы помните из Сэми Про, если ты проигрыш в топ-4, у тебя еще остается возможность борьбы за третье место, и я выезжаю на тандем за третье место. Этот парень едет на Пантиаке, очень интересный автомобиль, кстати, тоже титулованный пилот прокласса. По-моему, если я не ошибаюсь, в основные свои гонки едет в Англии, надеюсь, я правильно все говорю. И вот он приехал в Ригу, сам он рижанин, насколько я, опять же, правильно понимаю. Приехал в Ригу, который поехал в Даглокласс, а после он еще и поехал в Дрифтмастерс, кстати. Так вот, выезжаем мы против этого Пантиака, и просто посмотрите, ну, скажем так, это избиение младенца, потому что, опять же, решило все по крышкам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, проигрыш. Первый проигрыш. Это сколько? Топ-16 выиграл, топ-8 выиграл. А, ну, две победы, два проигрыша в проклассе, просто такой маленький дебют. Тем не менее, сразу поясню, я возвращаюсь обратно в Сэмми про-класс, я не еду пока про, и мы едем там чемпионат дальше. Обычно на гонках ты не успеваешь, даже доезжая до финала, что было вот в предыдущем соревновании, да? Ты все равно еще на таком типа, а погнали еще, еще, еще. В этот раз я отсидел, я не знаю, не хочу соврать, 3-4 сколько-то часов, не вылезая из машины, пристегнутый, жара. Сюда на ключице давит тебе Ханс, извините, сидишь пятой точкой на... Хоть это и... там есть порлончик на сиденье, но по сути оно деревянное, то есть оно из пластика сделано. Сидишь на скамейке, притянутый, толком не попить воды, надо снимать шлем. Шлем, чтобы снять, надо тут отстегнуться все это время. Времени нету, тайминг сумасшедший. В общем, я вышел из машины очень уставший, очень много наездился. И в этот момент, ну, это неотъемлемая часть, когда у тебя есть какое-то определенное количество фанатов, подписчиков. Вы просто, я вам всем говорю спасибо, что вы не стесняетесь подходить. В тот момент я был уставший, поэтому если где-то кому-то там что-то не улыбнулся, не судите, не осуждайте, я просто действительно устал. Так вот, все те, кто подошли, я не знаю, сколько у вас там было, десятков людей, общения, фотки. И, кстати, именно еще в тот момент появились все те же молодые ребята, которые в предыдущий раз пророчили мне победу. Помните, из Екапилса? Они были и на этой гонке тоже в Екапилсе, есть кадры, посмотрите, они были здесь. Я еще сказал, эй, талисманы мои, идите сюда. Кстати, два раза они были, и два раза у меня подиум. Интересный очень момент, правда? Так вот, подведем итог. Хоба! Давай я машину поставлю, пусть тут стоит. Видно? Вот такая вот гонка, очень устал, развалил всю машину, ничего не осталось по задней части. Бампер, крылья, фонари, подфарник этот, на котором все крепится. Алюминиевый маленький бэш-бар, этот крэш-бар. Короче, ребята только успевали сверлить мне дырки и ставить все на стяжке, чтобы машина выглядела хоть как-то, и, может, передний бампер. В общем, просто на каком-то Франкенштейне я доезжал до топ-4 в проклассе. Поэтому, вот такое вот видео. Еще раз извиняюсь, что так мало материала. Мы, правда, мы не знали, что так сильно будет загружена команда, и мы просто даже не сможем нормально все снимать. Всем, кто смотрит эти дрифтовые видео, вам низкий поклон. Увидимся на гонках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok